вот пока пошел перезаряжать камеру а у гена уже клюнуло вот он красавец 1 причем о крупный это карась да ну причем крупный вот ну-ка 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 ген покажи мне вот с очком прям для карася это супер крупные это точно карась сейчас я его увеличу подожди немножко стойки вот это вот карась вот это круто да 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 все серьезно ну вот за ним мы едем сюда когда же карт нам уже достал вас карп всегда лучше карпа слушайте вот видите как уже пошла рыбалка только я даже не прерываю камеру и александра клюнуло вот идем опять к александру я так наверное бегать скоро буду я так бегать буду скоро чего там но он крупный вот так как-то его посмотришь да это прям ну-ка ну-ка покажи за счет это прямо я думаю что под кило что ничего это карп не это карась карабе за килограмм обалдеть не знаю у меня весов собой нет было бы ради интереса взвесить ну вот посмотрим если раньше я ловил вот я ложил на ладошку вот пожалуйста почти до локтя подожди подали да все серьезно тут я думаю грамм ну килограмма наверное нет но грамм 600 600 700 отлично какой отлично представляете вы одновременно вот так взяли поймать ну ладно все дальше ждем дальше ген ну хорошо то есть мы разложились вы уже начали рыбу ловить все вроде бы замечательно расскажи мне пожалуйста для людей которые у меня часто спрашивают что нужно именно для пресной рыбалки но потом не важно то ты или при пресной морская рыбалка нужно всегда покупать лицензию лицензию на ловле или в пресной воде или или это самое или в морской обязательно это обязательно без лицензии лишний штраф можно нарваться на штраф заплатить зачем это геморрой который стоит там не знаю 10 евро в год грубо говоря это даже я даже сейчас точно не знаю потому что я последнее покупаю на на 6 на 6 кому не дадут на 6 областей 25 его я плачу по майна покупаю и и можно ездить на 6 областей ловить то есть арагон там допустим я я часто езжу тоже на эбро ловить там где сон у нас здесь он сама нет там весом там есть два бас и щука есть судак скажем так очень такая разнообразная рыбалка вот листом они поэтому надо ехать делать километры чтобы где-то разнообразит рыбалку кстати там есть и плотва например красный перка плотва здесь или нет вот тебе разница большая здесь есть угорь карп карась ну и вот это уклейка как он называет уклеечка есть ну вот по лицензиям значит надо покупать а где они покупаются есть проб такой у нас организация но сейчас в основном пандемия по онлайну надо брать но первый раз всегда надо как-то брать вот саша кстати может рассказать он брал первый раз лицензию нормальную и пришлось ему там папа это сама потому что он когда есть уже документ один раз когда берешь уже тогда уже можно онлайн покупку продлевать и покупать по новой там а когда он поменял документ у него раньше паспорт а сейчас у него разрешение на этот самый вид на жительство здесь то пришлось ему по новой брать сито туда короче там очень один раз это было где-то пройдешь заплатишь он он начнет тачек кстати видишь ну вот пойдем к нему тогда да и он скажет по последней информации как как надо александр мы к тебе идем гость так александр поймал очередную рыбу о осторожно чуть поменьше но ничего тоже зачетный не ночью бы так опережая ваш вопрос по поводу лицензии на рыбалку я брал в прошлом году лицензию на речную рыбалку она на три года дается из из и стоит 24 евро ты не набрала на 30 на три года 24 евро на морскую рыбалку я брал также в тот же день она стоит на пять лет дается и стоит тоже где-то в районе 24 25 евро то есть цена одна и та же просто время разуме гена берет за 25 но у него на разные кому не дады с и то есть моя лицензия с моей лицензии я могу ловить только валенсии все нигде больше разные области ада понятно из-за этого и разница в цене то есть это в пропида да да отлично ну а какие там сложности бывают или не бывают единственная сложность это попасть в проб потому что до из-за пандемии огромные очереди электронная запись которая то работает то не работает и опять же дадут ситу ну на время говорится когда нужно прийти и это не всегда удобно и для тебя время как какое выпало такое выпало такое спорт лото ну а так в общем то проблем нет нет ну чё давай отнесем еще одну рыбку это уже будем аккуратно одну мы уже просто рыбку опустили отпустили ну все ну-ка сейчас мы посмотрим как это будет происходить гена я как понимаю александр тебе рыбку дает я ну мы просто для отчетности я всегда говорю если что бывает когда это для отчетности он выбран как бы так чисто спортивным интересом что у него что у меня ну вот иногда беру соседи там просят там отдаю вот когда-то тебе завозил поэтому как-то так но у нас сегодня пока не кстати кто в валенсии звоните гене и он просто вам придаст рыбу даже может завести на если это по пути да я отдельно да если кому-то интересно но я обычно люди как бы своей соседи там знакомые которые хорошие бывают что люди которые любят и уважают карася и карпа скажем так потому что есть некоторые говорят что вода грязная еще что-то все-таки наверно замешаю немножко что-то другое потяжелее иначе вот наживляется таким вот образом делается колобки между пальцами нажимаешь немножко протянул крючок под низ придавил и такой вот грушкой скручиваешь закинул притопил леску подтяжку сделал вывести на примерно на одной тоже в уровень ловли вот лучше станет и и пень уже укрейках иначе не дает упасть смотри ну клейка это верховка каждом регионе по-разному называют но притопила хорошо может нацепилась нету нету . нужно будет так вот она идет смотри почти полтора метра как смесло не очень хорошо для ловли сегодня ветер да поэтому ветер и течение не падает но отдыхается под солнышком я хочу сказать замечательно друзья ну так это происходит ладно так вот он да да даже чуть-чуть покрупнее ладошки крупнее на ладошке надо парень веселый но за сегодня самый крупный отлично ну ладно ждем еще как пойдем пойдем пустим садок не будем мучить давай живой ну вот еще надо ничего еще один да вот прекрасно так вечеру и так вечеру натягаете что-то ладненько все на связи приноровиться надо поймать момент конечно ну да получается не всегда да такой вариант ну когда уже более-менее карась подойдет бывает такое что сразу и два-три кредо знаешь моментально его надо момент этот прикормить в смысле когда он придет подойдет на точку когда уже на дне там набросано наживка то она делается такая чтобы она долго не висела на крючке ты не делаешь пластилином она делается так чтобы рассыпалась там 35 минут она должна сыпаться поплавок начинает всплывать то есть реализирует поплавок что уже там наживки нету не то что там тупо сидишь червя забросил там кукурузу или что-нибудь и все и как бы это карась видно так сачок встать а куда он ушел запечатлеть операцию под тобой блин прикинь он подо мной дай это они не подожди сейчас я по моему там дырочка есть камни и что они вода воду не но я не сказал что он маленький получается то что сейчас вторым зацепился крючком ну как бы вторыми он есть такая в этом самом тихо 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 уже все но он взял в рот а вторым вот он контрольный уже карась анек уже блин с вами то рыбалка хорошо фанатами рыбалки а я там уже от рыбалки отошел и как бы хотелось бы пообедать вот еще одну вытягиваем красавца да такой вот он есть что-то много сейчас давай глянем покажите нам красавца красавец вот эта тема как говорится рыбацкий подъем это сколько упустили рыб у меня одна две ушло и у александра две да она такой бонус бонус ушел такой да бонус ушел ну вот в принципе вот этот подъем результат сегодняшний ловли немного килограмма три наверно да два с половиной таких хороших два бонуса ушло два бонуса ушло мимо бросили мимо подсака короче ну все хорошо все на этом это прекрасно вот такой волк ну вот дорогие друзья дело к вечеру мы сейчас уже будем собираться вот такой вот фильм у нас вышел по рыбалке в испании спасибо я хочу сказать геннадий он показал это замечательное место кстати он гены и не дадим слова слова генида гера ну-ка скажи нам слово сегодня посидели хорошо отдохнули провели время в принципе но рыбка немножко у нас тут очень много мелкой карасик сегодня игнорировал мы продали два хорошие такие зачетных зачетным такие где-то 800 900 грамм вот и и мелкие несколько штук вот часто немножко подклевывает чуть-чуть но слабый клев слабый даже сегодня не сравнить не знаю может погода может давление как обычно в общем нормальные рыбаки всегда от маску ищут ну вот так что всем всем добра и с первым мая ну вот и все так всего хорошего ну вот такая вот мешает мешает ловить вот такая рыба верховка мешает ловить карася еще и такая не крупная что вообще даже ну 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 Продолжение следует...